Через пару дней я выезжаю в очередное свое путешествие, в такую небольшую авантюру. Почему авантюру? Потому что, ну, по сути, я совершенно не готов к таким путешествиям. Никогда раньше не путешествовал подобным образом. Я выдвигаюсь в Таиланд на несколько месяцев. Я беру с собой велосипед. Думаю, это будет довольно весело, потому что я ничем подобным раньше не занимался. Самое мое большое путешествие было. Это вот буквально недавно, там, в начале осени мы ездили, катались по Одесской области на 4 дня. Вот это, в принципе, самое мое большое велопутешествие было. И то оно, как бы, было организовано человеком, да, и мне там особо, ну, нужно было только педалить и никаких маршрутов составлять, ничего не нужно было. Просто нужно было крутить педали и, так сказать, наслаждаться видами. В этот раз же я еду один, то есть я буду совершенно один в чужой стране, в большой стране, не зная языка. Я сейчас говорю даже не о тайском языке, а о английском, потому что много людей, ну, насколько я знаю, насколько я изучал, множество людей там знают английский, хотя, ну, такой поверхностный, да. Но я даже его не знаю. Но ничего страшного, что-то будем придумывать. Также у меня нет какого-то конкретного плана, то есть у меня нет конкретного маршрута, по которому я буду ехать. Там обычно люди, когда едут в такие путешествия, они размечают, в какой день они куда будут выдвигаться, сколько дней ехать, там, в какой гостинице останавливаться. То есть это идет такой большой-большой план. У меня же этого ничего нет. Я еду просто, я сажусь сейчас сначала в автобус, добираюсь до Борисполя. В Борисполе сажусь на один самолет, потом в Дохе на второй, добираюсь до Бангкока. В Бангкоке буду находиться где-то неделю, наверное, около того, может меньше, может больше, еще не знаю. В Бангкоке нужно будет сделать некоторые дела, там, страховка, мобильную связь, интернет, ну, в общем, все в этом роде. Плюс, конечно же, нужно будет посетить несколько каких-то достопримечательностей, посмотреть их. Я, конечно же, буду вести видеодневник, впрочем, для чего я и снимаю это предисловие. А далее из Бангкока, я не знаю даже, ну, скорее всего, в сторону Паттайи поеду. А как там уже будет продвигаться это путешествие, я не знаю, то есть буду планировать все вот по ходу самого путешествия. Это не будет классическое велопутешествие, велотрип, это будет все-таки зимовка в Таиланде и велопутешествие. Такая смесь, можно сказать, потому что я не буду постоянно топить на велосипеде, постоянно куда-то ехать. Я буду приезжать на какие-то точки, где-то там, допустим, переночевал один день, поехал дальше, да, вот, допустим, там на пути к Паттайе. А потом приехал, допустим, в Паттаю, я там могу зависнуть там на неделю, может, на две. То есть снять гостиницу, в ней жить и куда-то выезжать вот так вот, ну, радиально, да, садиться на велосипед, допустим, в 20 километрах там находится какой-нибудь водопад или какой-то храм. Я могу сесть на велосипед и поехать в этот храм или на этот водопад, ну, и вернуться, соответственно, назад в ту же гостиницу. Или же, если достопримечательность там вообще очень далеко, то я могу, допустим, арендовать байк, мопед и на нем сгонять, куда мне нужно. Допустим, на пару дней арендовать байк и на нем там покататься уже на дальние какие-то достопримечательности. Также я беру с собой ноутбук, я буду работать, то есть я могу в какой-то день выезжать что-то смотреть интересное, потом, может, какой-то день выделять для того, чтобы поработать. Ну, в общем, вот такая вот зимовка с элементами велопутешествия. Дальше, куда я там еще буду ехать, я этого не знаю, поэтому вот это и получается такая небольшая авантюра. Ну, а сейчас мне нужно просто собираться, я собрал уже велосипед в коробку, это было тоже непросто. И собирать остальные вещи, там взвешивать это все нужно. Ну, в общем, еще та задача, ну, я думаю, все будет нормально. Поехали! Итак, я в гостинице, только вот не в Таиланде. Почему так получилось? Я опоздал на самолет. Не по своей вине, то есть я все сделал, в принципе, нормально. Я выехал из дома, взял такси, загрузил свою коробку с велосипедом и поехал в Днепр на автовокзал. Приехал чуть заранее, автобус приехал вовремя. Я в него загрузился, погрузил коробку с велосипедом, все отлично, сел и мы поехали. Но потом случились такие погодные условия неблагоприятные. Когда мы выехали за Днепропетровск, там на некоторое расстояние, не знаю, может на 100 километров, погода ухудшилась, был мороз, минус один, минус два, где-то так. На самом деле мороз так себе, но на дороге наступил полный швах, потому что шел дождь и вот этот морозец, и на дороге взялся коркой лед, где-то сантиметр, и по ней вообще невозможно было ехать. Мы передвигались, ну, допустим, я бы на велосипеде быстрее бы доехал. И мы там останавливались. Ну, короче, мы должны были приехать в Борисполь в 7 часов 20 минут утра, и в 12.50 у меня вылет самолет. А приехали мы, насколько я помню, ну, где-то в 15.00, может, даже больше. То есть автобус должен был ехать 7 часов, а ехал где-то 14-15 часов. Вот так вот из-за этих погодных условий он там стоял. Никто ничего не чистил. Дороги абсолютно вот эти обледенел, и за всю ночь никто даже не подумал. Они звонили там, просили, чтобы выслали машину. Там им по телефону обещали, ну, я не знаю, там в администрации вот этой областной, или где там им лапшу на уши вешали, рассказывали, что сейчас машина выйдет. Потом какая-то машина мы видели. Одна была машина, загруженная песком, но она вот так пропетляла перед нами и свалила. Они начали звонить, ну, почему же машина свалила? Они, да, у него там песок закончился, ему надо поехать загрузиться. Они говорят, ну, зачем вы врете, если у него песка полная машина была? Может, ему там позвонили, чтобы какого-то важного дядечку где-то ему возле двора насыпать? Я не знаю. Но факт в том, что он свалил, и они звонили, и они говорили, сейчас, сейчас он приедет. И так он и не приехал, вообще никто не приехал, никто ничего не посыпал. Машины стояли, автобусы стояли. Это не только наши автобусы. Многие автобусы стояли, не могли никуда ехать. Там фуры сносило. Ну, просто обстановка на дороге была ужасная, и всем на это было плевать. Ну, наверное, где-нибудь потом в газете или на телевидении они отчитаются, как они суперски быстро и оперативно сработали. Ну, понятно, что на самом деле вообще никто ничего не делал. И то, что мы доехали вообще в Борисполе, это на самом деле чудо, потому что там сносило очень сильно. То, что мы доехали хоть за эти там 14-15 часов, это просто потому, что уже утром начало все потихоньку таять. Утром, ну, там часов в 10, наверное, в 11 уже все это разбилось до этих машин стало больше, все чуть-чуть потаяло, и можно было ехать нормально. Ну, на самолет мы уже никуда не успели. Вот так вот. Я выгрузился, отдал в свой ящик с велосипедом, отдал в камеру хранения, а сам вот в отель поселился, в маленькую комнату снял, мне, в принципе, нормально. Здесь чистенько, хорошо, все отлично. Вот, интернет отличный, вообще там больше 20 мегабит летает. Также я перенес свой полет на завтра. Завтра я буду аж в 22.40 вылетать. То есть, получается, я завтра в 12 уже выйду из этого отеля, и мне придется до 22.40 где-то лазить. Ну, не знаю, или в городе похожу, погуляю, или же поеду в аэропорт, и там буду сидеть, ждать это все время. Ну, в общем, конечно, это все неприятно, накладно. Пришлось немало денег еще отдать за то, что опоздал, и как бы билет другой взять. Вот, в общем, вот такое вот веселое начало моего путешествия. Ну, что поделаешь, эта погода так получилась. Буду уже ждать, сейчас в комнате сижу, отдыхаю. Включил ноутбук. В общем, все нормально, думаю, завтра уже вылетаю, это аж послезавтра я только буду в Бангкоке. Ну, а пока что здесь, вот в этой комнате, я буду заседать до завтра. Ну, в общем, все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, идет уже второй день с тех пор, как я вышел из дома. Ну, да, уже два дня прошло. Я все еще никак вообще не в Бангкоке и не в Таиланде вообще. Я до сих пор нахожусь в Борисполе, как я и говорил. У меня сегодня в 22.40 самолет. Ну, по такому же маршруту, как и тот был. Ну, и, в общем, у меня сейчас час есть где-то, чтобы погулять. А потом я вернусь к гостинице, в которой я был вот эти сутки. И там подъедет микроавтобус, трансфер и отвезет меня в аэропорт. Ну, а дальше там в аэропорту пару часиков подожду. Ну, или даже час, получается. И там уже будет регистрация. Ну, и, в общем, надеюсь, я уже сегодня все нормально улечу. Ну, а сейчас я гуляю по Борисполе. Тут, конечно, на том, как прогуляться негде. Ну, вот. Ну, пойду в какой-то торговый центр. Вот здесь вот такой торговый центр, аэромол. Ну, собственно, в него я сейчас и пойду. И вот там вот какой-то динозавр. Я не знаю, что это за штука. Может, там какие-то аттракционы или что-то для детей сделано. Ну, в общем, пока непонятно. Наверное, что-то для детей. Это, наверное, отсюда вот заходишь, а из задницы выходишь. Я не знаю. 50 гривен, вон, написано, стоит. Так, а, написано, комната страха, комната страха дракон. Ну, вот. Вот такая вот штука надувная. У меня осталось гривен, там, некоторая сумма. Они мне, в принципе, не нужны. Зачем их везти туда, в Таиланд? Надо их куда-то потратить. Я там кофе попил. И вот думаю сейчас сходить в этого динозавра. Попробовать. Посмотреть, что там за комната страха. Так, ну что, заходим. Пока что не страшно. Тряпки какие-то висят. Так, стоит чучело какое-то. Хоть бы как-то прыгнуло на меня. Или что это чучело. Что-то непонятно, куда тут идти. Ага, направо показано. Темно, темно. Темно. Ага. Так. Это типа сердце, наверное, или что? Да, ну темно тут, конечно. Или это... А, вот сердце типа лежит. Так, выход. Сюда идем, идем. Пролазим. Это мы, я не пойму, такая тема, как будто по кишкам динозавра идешь. Или что-то такое. Тут такой постоянно стук, как будто сердце стучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звуки прикольные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Это что за огноглазый змей? ПОМОГИТЕ! ПОЙМУЧИТЕ МЕНЯ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, короче, вот я на улице, херня полная. И это фигня. Ну, вот практически, как я и говорил, что выход, выход из задницы. Вот, вот тут сбоку выход, ну, практически из задницы. Короче, хрень полная. 50 гривен стоит. Ну, я не знаю. Тут даже, ну, это вообще для, ну, для детей прям вообще. Но оно не стоит. Ладно бы там пятерку, десятку, полтинник оно не стоит. Ладно, я иду дальше гулять. Надо как-то еще, ну, минут 40 погулять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я снова в аэропорту. Попытка номер два. Сегодня, надеюсь, все будет нормально. Я улечу. Иду сейчас забирать велосипед. Ну, и буду ждать уже, ну, регистрации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже в нейтральной зоне прошел все там паспортные контроли, багаж, багаж сдал. В общем, я уже, можно сказать, за границей. Там всякие дьюти-фри, все такое. Вот, сейчас пойду погуляю. Времени у меня еще полно. Даже не знаю, сколько. Сейчас, наверное, где-то часов 8. 20 минут 9. В общем, у меня еще времени полно. Вот, так что... Ну, больше двух часов. Так что, буду сейчас здесь гулять. Ну, уже, слава богу, наконец-то все нормально. Все уже прошел. И скоро буду вылетать. Тут в аэропорту есть такая прикольная штука. Случайно увидел. Там стоят такие большие почтовые ящики. И стенды, на которых написано, что можно взять открытку, подписать ее, написать адрес. Ну, и там практически в любую точку мира Укрпочта отправит эту открытку бесплатно. Вот так вот выглядит эта открыточка. Ну, и, в общем, можно на обратной стороне написать там какие-то пожелания. Любой адрес, в общем. И Укрпочта отправит их. И, ну, я взял вот сейчас одну отправлю. Посмотрим, придет или нет. Продолжение следует... Так, нам принесли покушать. Спасибо. А колу принесли виски. Так, что в Москве? Урочка. Солом? Ну, давай, создаем. Создаем. Солом? Да. Тренис. 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 Как минимум, появятся какие-то программы. Давай... Да, конечно. Тренис. Кожан. Что нам тут принесли? Какое это месиво. Картошка. Курица с овощами. Вобщем сейчас будем это всё пробовать. Вот это я вообще не знаю, что такое такое. Какая-то каша, рис, пироженка, булочка, хлеб, наверное, шоколадка. Так, что это у нас такое? Похоже на сыр. И какая-то еще штучка. Это вообще не знаю, что такое. Сейчас будем смотреть. Ну, вода будет. Сейчас будем пробовать. И, да, что прикольно, приборы не одноразовые, а металлические. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА